У нас сейчас традиционное заседание, которое каждый год проходит по обсуждению клинических случаев, течения заболевания и подхода к диагностике, лечению больных раком предстательной железы. И мне хотелось бы предложить к обсуждению сегодня вот нескольких пациентов, которых мне пришлось консультировать, лечить в этом году, период между нашими конгрессами. Итак, разрешите вам представить первое наблюдение. Молодой пациент, 56 лет, ну относительно для нашего заболевания, конечно, молодой, жалобы предъявляет на ослабление струи мочи, учащение мочеспускания до двух раз за ночь. И вот изначально он не определял уровень ПСА, и вот первый раз определил, он оказался 40 нанограмм на миллилитр, то есть уже, видите, такой высокий. Ему по месту жительства была произведена трансфектальная биопсия, в 9 из 12 точек выявлена ацинарная аденокарцинома третьей группы по АСУП, 7 баллов, 4 плюс 3. Несмотря на то, что он относительно еще не старый человек, у него гипертоническая болезнь второй стадии, третьей степени тяжести и ожирение второй степени, ему написали, хотя глядно на него можно сказать, что и третий. Хроническая обструктивная болезнь легких, варикозная болезнь и так далее. Что у такого больного, вот он пришел ко мне, вот, или к вам. Что бы вы посоветовали ему сделать в плане дообследования? МРТ, КТ, синтеграфию или сразу ПЭТ-КТ с ПСМА? Леонид Михайлович. На мой взгляд, начать с МРТ малого таза и синтеграфии скелета. И ПЭТ не надо делать этому больному? В зависимости от того, что мы получим при этих двух исследованиях. Ну, если ничего, ну, получим мы, что нет метастазов в лимфоузлах и в костях. МРТ даст нам распространенность, а синтеграфия в плане, что 40 ПСМА. Вагиф Ахмедович, вы какое обследование будете проводить? Борис Яковлевич, МРТ, конечно, я сделал бы до биопсии. Вот, до биопсии. Тогда у меня стал ясен вопрос в отношении тест-стадий, да, клинических тест-стадий. Но МРТ не сделали до биопсии. Ага, ну, Борис Яковлевич, ну, если не сделан был, да, вот, ну, я сделал бы до биопсии, соответственно. Если не сделал, ну, я начал бы, конечно, с локального стадирования МРТ малого таза. И потом, конечно же, если пациент подходит, так скажем, под локальные методы обследования, ну, конечно, рутинные методы и компьютерную томографию брюшной полости и грудной клетки сделал бы, и синтеграфию скелета. Понятно. То есть стандартное рутинное обследование. Павел Олегович, вот больной, 56 лет, высокого риска, у него глисон 4 плюс 3, рак предстоятельной железы, и ПСА 40 изначальный. Вот он пришел ко мне, ему не делали МРТ до биопсии, сделали биопсию, вот он пришел. Вот что бы Вы рекомендовали? Рутинное обследование МРТ плюс КТ плюс синтеграфия или сразу ПЭТ, может быть, с ПСМА? Вы знаете, в этой ситуации, ведь вопрос идет о оценке распространенности. Да, 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 вот я сейчас вернусь. Я бы на самом деле сегодня уже, если есть такая возможность, планировал бы сразу ПСМА. МРА как бы в России пока недоступен, но ПЭТКТС, Галли, ПСМА-11, на сегодняшний день является таким, в общем-то, скажем так, наиболее информативным, если он доступен. Если он недоступен, то, конечно, надо ограничить методом кросс-секционных исследований, имеется в виду ПЭТКТ, МРТ и так далее. В отношении синтеграфии, вот недавно прошла серия публикаций, что при наличии ПСМА-экспрессии, да, то, в принципе, оси синтеграфии, она не является, то есть она уступает по информативности ПЭТКТ. Поэтому я бы ее сейчас опускал в сравнении с ПЭТКТ ниже. И я бы в этой ситуации, наверное, если доступно, рекомендовал бы ПЭТКТ. Геннадий Петрович, ну вот в московском здравоохранении что бы Вы предложили такому больному, я имею в виду, по тем стандартам, которые сегодня есть? Если исходить из стандарта, Борис Яковлевич, то в данном случае при первичном стадировании мы не имеем практической возможности делать ПЭТКТ. Оно не входит в рутинную клиническую практику. Поэтому для того, чтобы определиться со стадированием и выбором метода лечения, МРТ, КТ, грудной и брюшной полости и оси синтеграфия. Спасибо. Александр Ильич, а Ваша позиция? Вы бы предложили этому больному сразу ПЭТ сделать и решить все проблемы или все-таки нет? Вы знаете, если бы была техническая возможность сразу этому пациенту выполнить ПЭТКТ с галием по СМР... Ну она как, извините, сейчас перебиваю, техническая возможность есть и больной готов сам оплатить расходы на исследование. Ну, если представить себе, что пациент не скажет мне в Москве, доктор, Вы сошли с ума, я к Вам пришел на обследование, а Вы меня направляете в Санкт-Петербург. Нет, он хочет как лучше. Вот он хочет как лучше. Если пациент хочет как лучше, я бы, конечно, направил его сразу на ПЭТКТ с галием по СМР, но я абсолютно согласен с Генеем Петровичем, что в стандарты сейчас это пока не входит. В стандарты не входит, да, совершенно верно. Хорошо, мы решили действовать по стандартам. Он пришел через два месяца, Вагеф Ахмедович, после биопсии. Мы через два месяца, Вы согласны, что можно делать МРТ или рано? Мы ему сделали МРТ, МРТ, значит, выявляет неопластическое поражение ПЭРАЦ-5 с распространением на семенные пузырьки. Данных за лимфоденопатию малого таза не получено. Сентеграфия очагов не выявляет. КТ очагов не выявляет. При пальцевом ректальном исследовании опухоль с экстракапсулярным распространением без признаков связи с прямой кишкой. Но вот на момент, когда он пришел ко мне, это даже через три месяца было после биопсии, ПСА у него уже 80. Василий Николаевич, вот такой ПСА, а ничего мы не выявляем. Скажите, будете вы лечить этого больного спокойно или все-таки ему надо что-то еще делать? Нет, ну конечно, очень неспокойно, потому что по данным предварительного обследования у него стадия как бы Т3Б, прорастание семенной пузырьки, ПСА, уровень, причем такой быстрый рост в два раза за три месяца. Но я думаю, что он говорит о какой-то дополнительном очаге. И возможно, этот очаг как раз и не был выявлен при предварительном обследовании. Может быть, здесь и стоит провести ПЭТ-КТ. Понятно. Сергей Николаевич, скажите, вот больной высокого риска, по идее, ему надо проводить лучевую терапию в комбинации с гормональной терапией. Но вы возьмете его вот на таком обследовании, при таком уровне обследования, на таком уровне ПСА? Ну, откровенно говоря, вообще изначально уже, когда о нем начали говорить, мы его рассматривали как пациент, конечно, для комбинированного лечения, то есть сочетанная лучевая терапия и гормонотерапия, и мы бы отдали предпочтение изначально. Здесь, конечно, тревоги много, потому что время удвоения маленькое, и ПСА огромное, и семенные пузырьки вовлечены. Наверное, в этой ситуации мы бы начали с неодевантной гормонотерапии в течение где-то полутора месяцев. Конечно, если бы ПСА... Ну, то есть вы бы ПЭТ не стали ему сейчас делать? А? Вот ПЭТ ему не стали бы делать сразу? Ну, нет, конечно, мы сделали ПЭТ, но дело в том, что вот до ПСА-80, там через три месяца, то у нас бы ПЭТ еще был нужен нам для того, чтобы посмотреть, какие методы лучевого лечения, какие объемы выбирать. А в этой ситуации, конечно, мы без облучения тазовых лимфоузлов уже обойтись не можем, и понятно, что здесь нужно делать потом брахиотерапевтический буст. Мы понимаем, что мы можем не успеть, потому что там наверняка есть какие-то олигометостатические очаги, наверное, которые не видны. Если бы мы сделали ПЭТ-КТ, было бы, конечно, лучше. Если бы была возможность, мы бы, безусловно, его провели. Спасибо. Но я рекомендовал, я не рискнул подвергать больного местному радикальному лечению при таких показателях ПСА без выполнения ПЭТ-КТ. И отправил его в Санкт-Петербург на выполнение ПЭТ-КТ с галлием ПСМА. И вот заключение. Вы видите, что высокий уровень накопления в предстательной железе, 23,5 по шкале ПСМА-ПЭТ, 34 балла. И регистрируется повышенное накопление в единичных тазовых лимфоузлах слева. В одном общем подвздошном СУФ-8, размеры маленькие, меньше сантиметра, и внутреннем подвздошном тоже меньше сантиметра, а СУФ-2. По шкале ПСМА-ПЭТ 1 балл. И кроме того, регистрируется фокус гиперфиксации радиофарм препарата в левой подвздошной кости СУФ-2,35, тоже 1 балл, без структурных изменений. Вот он приехал ко мне. Да, извините, это заключение, которое он привез. Злокачественное образование предстательной железы, признаки позитивных изменений в единичных неувеличенных тазовых лимфоузлах подозрительные на вторичные изменения, в соответствии со стандартизованной оценкой молекулярной визуализации Т3Б на 1М0. И вы видите, единичный очаг в левой подвздошной кости требуется динамическое наблюдение. Но в остальном там ничего нет. Вот он пришел к вам. Какое лечение бы вы ему рекомендовали? Радикальную простатоктомию с расширенной лимфодисекцией, может быть, с неодевантной терапией. Или, учитывая, что ПЭТ дает подозрение только на лимфоузлы слева, может быть, избирательную лимфодисекцию, левостороннюю. Лучевую терапию, опять же, ну, естественно, в комбинации с андрогенной депривацией, но, опять же, предстательную железу или всю полость таза, или, может быть, селективное облучение лимфатических узлов. Или мы подойдем к этому больному, как к больному, генерализованным раком предстательной железы, назначим ему АДТ в комбинации, например, с доцитоксилом или с антиандрогенами. Вот, Геннадий Петрович, Ваше мнение какое? Тактика? Я думаю, что с учетом возраста, 56 лет и полученных таких данных обследования, я бы ему предложил радикальную простатоктомию с расширенной лимфодисекцией. Понятно. Леонид Михайлович. Борис Яковлевич, я бы, конечно, рекомендовал радикальную простатоктомию с расширенной лимфодисекцией. Но у меня один единственный вопрос. О чем мы ждали три месяца? Это не мы ждали, это он ходил. Это он ходил. Он ходил. Он ко мне пришел. Но в данном случае все равно пошел бы на радикальную простатоктомию. Понятно. Сергей Львович, Ваш подход к такому пациенту? В этой ситуации я бы предложил пациенту, учитывая все-таки его сопутствующую патологию, те данные, которые мы имеем, я думаю, что преимущества в радикальной простатоктомии этот пациент бы не получил, а мог бы получить ухудшение качества жизни. Поэтому я бы предпочел в этой ситуации андрогенную депривацию, начать с которой, и после этого провести лучевую терапию. Вопрос облучения лимфатических узлов в этой ситуации пока остается, на мой взгляд, спорным, поскольку все-таки диагноз, который предложили, скажем так, специалисты с ПЭД-КТ, он, ну, до конца, на мой взгляд, неубедителен. А в чем преимущество, извините, лучевой терапии в комбинации с гормонами? В том, что он с его ожирением, его сердечно-сосудистым анамнезом будет 3 года или 2 получать андрогенную депривацию, и это все приведет к еще большему ухудшению? В чем преимущество перед простатоктомией? Дело в том, что после простатоктомии при поражении лимфоузлов вы все равно будете рекомендовать пациенту андрогенную депривацию, вероятнее всего. То есть вы боитесь, что будет 2, то есть радикальная простатоктомия неизбежно приведет к комбинированному лечению, и это ухудшит функциональность? Совершенно верно. Понятно. Теперь вопрос тогда об объеме излучения, Юлия Васильевна. Вот такому больному с таким ПЭДом, как вы будете подходить? Сергей Николаевич до этого сказал, что надо облучать весь таз, а вот все-таки учитывая, что 2 подозрения на 2 лимфоузла, сейчас же модно проводить на лимфоузлы стереотоксической лучевой терапии? В данном случае мы бы, конечно, если бы встал вопрос о проведении дистанционной лучевой терапии, мы бы обязательно проводили конформную лучевую терапию, я думаю, даже лучевую терапию с модуляцией интенсивности пучка, и делали бы интегрированный буст в пораженных лимфатических узлах, то есть повышали суммарную очаговую дозу на те узлы, которые мы увидели на ПЭД. Ну и, конечно, эскалация дозы в предстательной железе, я думаю, что по минимуму 76 грей. Но вы бы облучали обе зоны лимфоотока или только с левой стороны? Вы знаете, в этом случае я думаю, что да, Борис Яковлевич, я думаю, что да, но на область непораженных коллекторов, которые не видны сейчас на ПЭД, была бы подведена доза, допустим, 50 грей. А, то есть вы бы, Сергей Николаевич, вы согласны с таким объемом излучения? Знаете, мы бы сделали что? Мы бы дали, естественно, так же, как я говорил, мне одеваете примерно месяц-полтора гормоны, потом мы бы облучили тазовые лимфоузлы, естественно, все, с захватом пораженной подвздошной кости под подозрением, не будем говорить пораженной, но если есть подозрения, просто удобно, это действительно технически возможно, мы так делали уже не раз, с захватом пораженной подвздошной кости, и я не могу сейчас увидеть, какие там лимфоузлы по диаметру. Там было меньше сантиметра, 8 миллиметров. Тогда бы мы бустов давать не стали, мы бы ограничили, нет. Мы даем буст на пораженные лимфоузлы, тогда, когда они уже в диаметре хотя бы полтора сантиметра и выше. Понятно. Ну, я думаю, что Вагиф Ахмедович и Александр Викторовича спрашивают даже не нужно, да? Вы за радикальную простатоктомию или как? Ничего подобного. О как? Да, я активно оперирую, но этого пациента я не стал бы оперировать. За третью опцию, но при этом гормона, я более двух лет оставил бы пациенту. Да, понятно. Александр Викторович. Вы знаете, я думаю, что если спросить аудиторию, то большинство поднимут руки, если их спросить, специалистов, есть ли у этого больного микрометастазы ракопростат, которых мы не знаем. При ПСА-80, при том, что два месяца назад он был 40. Поэтому я, конечно, за максимальный объем лечения в данном случае, и я думаю, что это больной, которому показана радикальная простатоктомия с расширенной фодисекцией, и это пациент, которому наиболее вероятно потребуется аудиоантное какое-то лечение, и с тем больным, который согласился, вопреки стандартам, поехать на ПЭТ, я бы опять же в таком же индивидуальном порядке обсуждал возможность облучения вот этого очага в подвздошной кости. – После операции? – Да. – То есть как метастаз направленную терапию? – Да. – Понятно. Павел Олегович, вот скажите, можем мы ориентироваться на это заключение ПЭТа, которое я показал, и делать больному удалять только лимфоузлы слева, выборочно, или облучать вот бустом эти лимфоузлы, не облучая все зоны? – На самом деле там такой сомнительный накопление, индекс очень небольшой, конечно, динамическая история лучше и по поводу костного очага, и по поводу… Но у нас нет времени, нужно принимать решения сейчас. Поэтому, на мой взгляд, здесь показания для односторонней более обоснованы, чем двухсторонней. Но я, собственно говоря, не оперирую в этой области, поэтому… Понятно. Ну, мы, безусловно, предложили больному и радикальную простатоктомию, и дистанционную лучевую терапию в комбинации с андрогенной депривацией, как мы всегда делаем. Больной выбрал хирургическое лечение, оно и было проведено, радикальная простатоктомия с расширенной лимфодисекцией. Вы видите морфологию, что опухоль занимает всю предстательную железу, те же 7 баллов, 4 плюс 3, инвазия в фиброзную капсулу без выхода в клетчатку, но в растании, в простатической части уретры, и семенные пузырьки. В кореях резекции есть 3 мм позитивный край по передней боковой поверхности, вы видите. И по задней боковой пекальные пузырные края интактны. И удалено у него 36 лимфатических узлов. В одном из четырех внутренних лимфатических узлов справа, справа, ПЭД показывал только слева, и в одном из трех слева метастазы аденокарцинома без выхода за пределы фиброзной капсулы лимфатического узла, имеется в виду. То есть 2 из 36 без инвазии капсулы лимфоузла. Что мы будем делать дальше? Наблюдать, проводить адювантную терапию на ложе или облучать всю полость таза. И если будем облучать, облучать с адювантной гормональной терапией или без нее, или самостоятельную гормональную терапию. Сергей Львович. Во-первых, я бы через месяц определил ПСА для начала. В зависимости от этого уровня было понятно, насколько радикально. Ноль? Да. Точно? Ну, вы что, мне не доверяете? Через месяц. Если ПСА-0, то лучевую терапию я бы пациенту не предлагал, но учитывая то, что были поражены лимфоузлы, как я уже говорил, андрогенную депривацию я бы пациенту проводил. Только гормональную терапию? Без облучения? Да. Понятно. Леонид Михайлович. Я думаю, что нужно больному провести адювантную лучевую терапию на всю полость малого стажа. Как пациент восстановился после операции? Вы знаете, на удивление неплохо, у него не было лимфорей длительной, и удержание мочи у него хорошее, но эректильной функции, естественно, нет. Так в остальном все хорошо. Ну, если пациент реабилитировался и быстро, в принципе, здесь я согласен с Сергеем Львовичем, я бы через три недели после операции взял ПСА и ориентировался на уровень ПСА. ПСА через месяц ноль? Ноль. Тогда я наблюдал бы его пока. Без всякого лечения? Без пока, да. Василий Николаевич, Вы согласны? Мне кажется, все-таки гормональная терапия здесь имеет право на существование, поскольку непросто с одной стороны лимфорей, но и с обеих сторон. И я бы здесь все-таки назначил гормональную терапию и решил вопрос о том, стоит ли думать о лучевой терапии и делать ли ее в адювантном режиме или в отсроченном спасительном. Или спасительном. Я понял. Ну, тогда давайте спросим лучевых терапевтов. Правда, у нас сейчас по окончании будет на эту тему дискуссия между ними, но тем не менее, вот этому больному мы предложим позитивный край 3 мм. Или имфоузлы. Я начну. Я бы этому молодому пациенту пока бы рекомендовала наблюдение и контроль ПСА. То есть Вы бы не назначали до того момента, когда у него станет расти ПСА, да? Вы согласны, Сергей Николаевич? Вы знаете, я бы лично тоже бы предпочел наблюдение в данной ситуации. Хотя, например, по рекомендациям урологов, Бриганти пишет о том, что таких больных, конечно, нужно адювантно облучать. И это тоже возможно. Ну, если облучать, с гормонотерапией или без? Ну, вот если облучать, здесь есть два нюанса. Безусловно, с адювантной... То есть мы бы назначили на полтора-два месяца гормонотерапию, потом бы облучили весь таз и сделали бы буст на ложеудалённую опухоль. Если уж облучать, то, наверное, лучше всего так. Понятно. Александр Викторович? Борис Яковлевич, я так же, как и Вы, мечтаю, чтобы этого больного можно было вылечить путём радикальной операции и на этом остановиться. Да, я не верю, что при таких характеристических заболеваниях это возможно. Поэтому при таком плохом гистологическом заключении мы бы сразу этому больному начали адювантную гормональную терапию. Через два-два с половиной месяца рекомендовали бы облучение всего таза. И эту гормональную терапию продолжали бы два года. Опять же, с учётом опубликованных последних данных. Понятно. Ну да, я сейчас тоже показывал одно исследование, которое говорит, что облучать лучше адювантную лучевую, лучше с гормонами. Но, уважаемые коллеги, вот меня всегда смущает у таких пациентов то, что мы не можем предсказать, как он будет прогрессировать, системно или местно. Назначая лучевую терапию, мы предотвращаем только местную прогрессию. Назначая адроген-депривационную, системную. Надо ли бить по всем мишеням два микрометастаза из 36-ти? Мы с вами прекрасно, Александр Ильич, знаем исследования, которые, ваших друзей, которые говорят о том, что у этих больных в половине случаев не происходит прогрессия. И мы поэтому решили сохранить этому больному все-таки то неплохое качество жизни, которое у него осталось. И пока, ну прошел небольшой срок, я сказал, что это все в этом году было, но через три месяца, Сергей Львович, помните, как говорил этот Мюллер, Штирлицу, никому нельзя верить, мне можно. Через три месяца у него ПСА по нулям. Мы продолжаем наблюдать. Ну, может быть, в следующем году расскажу, что с ним. Борис Яковлевич, а могу задать вам вопрос? А если бы вы не сделали ему ПЭТ-КТ, вы бы все равно выбрали этот метод лечения? Если бы не сделали... Не сделали ПЭТ-КТ. Вы знаете, если... ну, да, наверное, да. Вот вам ответ по поводу необходимости. Он был больной, выбирал не я. Он между лучевой терапией и операцией выбрал операцию. Но вопрос по поводу ПЭТ-КТ в этой ситуации. Все-таки насколько бы результаты ПЭТ-КТ повлияли бы на выбор вашей тактики? Я не нашел отдаленных метастазов, имеется в виду в костях или в нерегионарных лимфатических узлах. Если бы я их нашел, я бы, безусловно, проводил системную комбинированную терапию. С лучевой терапией? Если бы это был олигометастатический процесс, возможно, с лучевой терапией. Спасибо. Следующий случай – это реальная клиническая практика, друзья мои. 84 года. Один очень заслуженный человек из одного региона, близкого к Вагифу Акмедовичу и Василию Николаевичу, вот его попросили очень сильно, там, руководство этого региона. Что с ним? 84 года. Ну, дезурическое явление, естественно. Он наблюдался длительное время по поводу гиперплазии. Принимал там сулазин и феностерид. Ну, то принимал, то не принимал. Поэтому, вот видите, динамика ПСА на фоне феностериды, без феностериды. Ну, и вот постепенно после отмены он увеличился до 8. Потом на фоне упала приема феностериды опять до 3. Железа 85 кубиков. При пыльцовом ректальном исследовании гиперплазии как гиперплазия. МРТ нельзя сделать в связи с протезированием тазобедренного сустава. Вот при таких показателях показано больному биопсией пристательной железы? Леонид Михайлович. В принципе, показано. Надо посмотреть, возраст большой достаточно. 84 года. Да. Ну, для того, чтобы правильно поставить диагноз, да, показано. Ну, а как диагноз повлияет на дальнейшую тактику? Будем ли мы его лечить? Как повлияет, может, какое-то консервативное лечение проводить потом. Биопсия показана? Все показано. Но с учетом возраста, может быть, стоит с пациентом поговорить о всех возможных осложнениях и опасностях. Ну, поговорить он любит. Слушайте, а кто бы не стал делать вот при таких показателях биоси? Так, Сергей Львович, и все? И Александр Викторович, ну... Как говорил наш друг Боб Джован, человеку, который доржил до 75 лет, и ПСА у него 4,5, он никогда не умрет от рака предстоятельной железы. Я, и, скорее всего, при ПСА-7 тоже, поэтому я бы тоже не стал ему делать предстоятельной железы, но все было гораздо сложнее, хуже для меня, потому что больному по месту жительства врачи уже рекомендовали пройти ПЭТ-КТ, и он его прошел в Москве. ПЭТ-КТ с 18 втором, ПСМА, и вот, пожалуйста, заключение. Диффузное неоднородное в предстоятельной железе СУФМАКС-6,55, в двухнарожных лимфоузлах с обеих сторон до 3,34, размерами до сантиметра, и участки литической перестройки костей. Левая лопатка, передний отрезок седьмого ребра, вы видите значение СУФ здесь везде показаны, сзади отрезки 11-го ребра. Вот он пришел с таким ПЭТ-КТ ко мне. Что будем делать? Будем биопсию делать? Да, вот заключение, пожалуйста. Или сразу лечить будем без биопсии? Ну, здесь тоже я оценил, конечно, его соматический статус. Не самый хороший, но и не самый плохой. Умирать не собирается, но передвигается с помощью родственников. Ну, если он уже ПЭТ сделал, значит, у него мотивация большая. Конечно, такой ситуации я уже сделал. Павел Олегович, обязаны мы такому больному с таким заключением делать биопсию? Биопсию. Дело в том, что вот тот леган, который мы сейчас обсуждаем, по нему как раз в этих зонах большое количество ложноположительных результатов. Статья вышла этим летом. Я не буду объяснить сложную радиохимию, так сказать, и так далее, почему это происходит. Это уже известно, почему это происходит. Но ему доверять нельзя. И поэтому в данной ситуации я бы не принимал внимания именно с этим леганом. Если бы мы сделали с ПСМА-11 галли, то это бы, скорее всего, бы этого не было, и тогда мы бы не имели ложноположительного увлечения. Ну, учитывая беспокоенность руководства этой привозки... Борис Яковлевич, я могу маленькую ремарку. Вы говорите, что если его привели его родители, то мы бы делали тогда биопсию. Нет, я сказал родственники. Я говорю, если бы привели родители... А, спасибо. Значит, у него ожидаемо продолжить жизнь, наверное, упала. Но, учитывая то, что волновалось руководство этой республики за него, все-таки я пошел на биопсию. И вот, пожалуйста, заключение биопсии предстоятельной железы. И вот, я думаю, что Павел Олегович действительно прав в своем предшествующем высказывании о том, что действительно надо с большой осторожностью подходить к интерпретации результатов ПЭТ с этим легандом. Третье клиническое наблюдение. Еще моложе больной, чем первый. 52 года. Такой достаточно тоже крупный руководитель федерального уровня, за которого тоже правительства там волновались. Значит, жалоб никаких. Все у него хорошо с мочеиспусканием, с эректильной функцией. Впервые я определил ПСА 3,9. По МРТ выявлен очаг до 0,9 см. Объем железы 28 кубиков. Ему выполнено биопсия. И не у нас. И выявлено 4 фрагмента ткани. В четырех, извините, столбиках выявлен рост, ну, видимо, 3 из них в узле, а еще один, наверное, не в узле. 7 баллов, 3 плюс 4, занимающие от 20 до 60% объема пораженных столбиков. В стентиграфии без очагов гиперфиксации МРТ, он сделал МРТ всего тела сам по собственной инициативе. Без очаговой патологии сопутствующих заболеваний только артериальной гипертензии второй степени. Мы выяснили наследственный анамнез у матери рак молочной железы. Нужно ли ему какое-то дополнительное обследование для определения тактики лечения? Как вы считаете, Геннадий Петрович? Я думаю, что не нужно тактикой так понятна радикальная простатоктомия. То есть идем сразу на операцию? Да. А Сергей Львович, что-то повлияет на Ваш выбор или, скажем, на объем операции еще нет? Думаю, что нет. Достаточно обследован пациент. Айсан Викторович? Я думаю, что дополнительное обследование не нужно. Мы все-таки сделали. Учитывая, что у мамы был рак молочной железы, мы протестировали этого больного на наличие герминальных наследственных мутаций и генов гомологичной рекомбинации. Почему? Потому что известно, что у носителей этих мутаций заболевания все-таки имеют более агрессивный характер, а это имеет значение для выполнения, ну, например, нервосбережения и так далее. Значит, по номограммам... Мутации не было выявлено. По номограммам Бриганти риск метастатического поражения лимфатических узлов составил 2%. Что Вы предложите данному пациенту? Активное наблюдение, нервосберегающую, простатокотомию без лимфодисекции, а может быть нервосберегающую с лимфодисекцией или без нервосбережения, или лучевую терапию, или брахитерапию низкомощностную или высокомощностную, опять же, с комбинацией, без комбинации, может быть, фокальную терапию. Пожалуйста. Айсан Викторович, что Вы предложите? Мы предложим этому больному радикальную простатокотомию с расширенной тазовой лимфодисекцией и, по всей вероятности, постараемся сохранить пучок с одной стороны. Я исхожу из того, что 4 фрагмента в одной доле. Да, да. Я понял. А 2% всего риск поражения? Вы знаете, с номограммами, с этими сейчас ситуация непонятная. Была бы номограмма в риганте основана на систематической биопсии, теперь у нас номограмма в риганте основана на таргетной биопсии, в них разные проценты, сейчас будет третья, четвертая номограмма. Поэтому в 52 года при сумме глиссона 7 для нас это пациент… Леонид Михайлович, учитывая возраст, делал бы ему неразберегающую радикальную простатокотомию без тазовой лимфодисекции. Сергей Львович? Ну, неразберегающую… Если пациент заинтересован в сохранении эректильной функции… У него хорошая эректильная функция? Да, он заинтересован. А что, есть люди, которые не заинтересованы? Ну, да. И все-таки, учитывая, что глиссон 7, наверное, я бы лимфодомектомию предлагал бы. Выполнял бы, вернее, не предлагал бы, а выполнял бы. Выполняли бы? Выполнял бы, да. Понятно. А что скажет Сергей Николаевич? Ну, откровенно говоря, учитывая возраст больного, мы бы, наверное, на всякий случай, хотя тут нет показаний таких настоящих, мы бы сделали ПЭТ-КТС, ПСМА, и дальше предложили бы мы либо сосудосберегающую стереотоксическую лучевую терапию, либо брахитерапию высокодозную, естественно. Что? Что? Извините. Либо высокодозную брахитерапию, либо сосудосберегающую стереотоксическую лучевую терапию. Мы бы, конечно, урологам его не отдали. Спасибо. Юлия Васильевна. Мы с урологами более дружны, поэтому, если больной готов на операцию, готов к тем осложнениям, которые могут быть, и, собственно говоря, мы бы его отправили на операцию, да. Скажите, а почему, Сергей Николаевич, высокомощностную, а не йодную, йодом-125, брахитерапию, вы сегодня предпочитаете? Ну, а это у больного, скажем так, промежуточный риск, низко, ведь промежуточный риск мы сейчас делим на две группы. Хорошие прогнозы, вот у него промежуточный риск хорошего прогноза. Почему высокомощностную? Можно, можно, можно было бы, наверное, и так, но дело в том, что мы, в принципе, отдаем ей предпочтение, потому что распределение дозы более, ну, более прогнозируемо, если так можно выразиться. И когда мы проводим высокодозную брахитерапию, особенно у больных молодого риска, у молодого возраста, то мы стараемся снижать дозу на уретру, чтобы уменьшать риск осложнений со стороны мочеводящих путей. И мы, если есть такая возможность, несмотря на то, что этот метод, в принципе, ну, потенции сберегающий, но мы все равно стараемся снизить дозу на один из сосудистых нервных пучков, и высокодозная брахитерапия просто дает это сделать более деликатно. Понятно. Значит, ну, а мне осталось двух хирургов еще спросить, Вагиф Ахмедович и Василий Николаевич. Я бы выбрал бы нервосберегающую простатоктомию с тазовой лимфоадоноктомией. Василий Николаевич, согласен. Солю-то, согласен. Согласен. Значит, мы выполнили больному радикальную простатоктомию без нервосбережения, учитывая маленький объем предстательной железы. И мы проговорили с пациентом этот момент, он согласился, и, обратите внимание, и расширенная лимфодисекция. В обеих долях, во всех зонах с правой долей и в периферической слева, это к вопросу о нервосбережении с одной стороны, к сожалению, имеется аденокарцинома уже не 3 плюс 4, а 4 плюс 3 с переневральной инвазией в капсулы предстательной железы, без инвазии за пределы семенные пузырьки, и в одном из 30 лимфатических узлов, это внутренний подвздошный узел справа, из 5 удаленных внутренней этой группы, опять же микрометастаз аденокарцинома. Что будем делать дальше? Геннадий Петрович. Только наблюдение. Адилантную лучевую терапию кто-то будет проводить данному больному? Нет. Никто? Адилантную гормональную терапию? Думаю, наблюдение. Наблюдение. Но мы тоже избрали наблюдение. Борис Яковлевич, можно вопрос? Вам. А в отношении неразбережения? Ну, там же разное есть, там, понятно, если там интрафас... Я вам честно скажу, Вагиф Ахмедович, мне не понравилось пальпаторного во время... Я выполняю нейробатические операции, как вы знаете. А я пальпирую, и мне пальпаторно не понравилась эта зона. Мы оставили больного под наблюдение, через 5 месяцев после операции ноль, полная континенция, и, наверное, сейчас мы начали реабилитационные мероприятия. У него, кстати, на ингибиторах 5 фосфодиэстеразы. Ну, молодой человек, похоже, может восстановиться и эректильная функция. Ну, и, наконец, заключительный случай. Больной 72 лет, на момент, когда он ко мне обратился. Но 10 лет назад ему была выполнена радикальная простатэктомия. Стадия была ПТ-2, М0-М0, естественно. И после операции он мониторировал ПСА. У него ПСА до 2020 года был нулевой. В августе 2020 года у него впервые был выявлен уровень 0,1 нанограмм на миллилитр. И вот вы видите динамику. В ноябре 2020 года 0,14, в марте 2021 года 0,19, потом 0,15. И в феврале 2022 года, когда он ко мне пришел, 0,2. То вот в таком случае через 10 лет, вот 0,2, мониторировать ПСА, дальше наблюдать. Или выполнять МРТ, или полностью вот это стандартное обследование с антиграфией плюс КТ, или ПЭД сразу делать. Павел Олегович, как Вы считаете? Нет тут показаний для ПЭД. Несколько низкий уровень ПСА, так сказать, кумулятивная метаболическая активность не позволит ничего выявить, даже если они там есть. Понятно. А что тогда будем делать, Александр Викторович? Я бы, наверное, МРТ, так сказать, малого таза бы сделал, посмотрел свою структуру, но все ли там в порядке. Если бы ограничился. МРТ будем делать или просто наблюдать? Ну, я бы сделал, конечно, МРТ на этом этапе. И я бы уточнил сумму глиссона при радикальной простатоктомии. Она же известна? Ну, не больше 3 плюс 4, а может даже и 6. Это я сейчас не могу сказать. Сделал бы МРТ и продолжил бы контролировать уровень ПСА. Опять же, в нашей практике, которая относится к 4 уровню доказательности, есть пациенты, у которых ПСА доходит до уровня 0,3-0,4 и останавливается. По непонятным причинам дальше не поднимается. Леонид Михайлович, я бы сделал МРТ. МРТ? Да. МРТ больному делать нельзя, у него протез. Что будем делать? Тогда бы сделал ПСКТ. ПСКТ. Как выполнил 18-й торпус МРТ ПСКТ. Вот вам заключение. Значит, накопление в ложе СУВ 4 мм, 3,44. Остеобластический очаг в среднем отрезке 4-го ребра справа, 4,38 СУВ макс. В средних отделах 6-го и 7-й ребра с невысоким накоплением. И в переднем отделе 10-го ребра без структурных изменений 4,08. И вот вы видите заключение, подозрение на местный рецидив и немногочисленные очаги гиперфиксации метастазой. Он пришел с таким заключением ко мне уже на антидепрессантах. Человек очень сильно переживал. Вот что делать в таком случае? Вы верите в то, что это метастатический процесс? Нет, Борис Яковлевич, я полностью согласен Александру Викторовичу, чем когда он говорил, вот на первый вопрос ответил, наблюдение. Да, я не стал бы МРТ назначать. В этой ситуации я тоже понаблюдал бы. Ну, успокоить такого пациента, который... Он с ума сходит. Он говорит, ну что, у меня метастазы, а вы не хотите меня лечить? Ну, здесь, конечно, вопрос очень сложный. Потому что многое зависит, конечно, от выбора пациента. Ну, так я поэтому вам и задаю его. Вы же мудрый человек. Василий Николаевич, помогите, Вагим Вагимович, что делать в такой ситуации? Назначать лучевую терапию на ложе удаленной опухоли и гормональную терапию. Что-что? Я не расслышал. Комбинированную терапию. То есть лечить? Да. Лечить. Сергей Львович? Борис Яковлевич. Обманывать как-то пациента? Ну, конечно, лечить. Я его долго убеждал, что надо наблюдаться. Даже с таким ПЭТ. Но он просто приходил ко мне через день и говорил, я, ну, не говорил, конечно, что я покончу с собой. Но что-то в таком духе. Возможно, возможно, попытаться переделать ПЭТ-КТ с Галлием. Может быть. С США верно. Абсолютно. Этому исследованию нельзя верить. С микрофона, что ли? Вот. И я позвонил Павла Олеговича и говорю, Павел Олегович, стоит сделать? Стоит. Мы сделали. С ПЭТ-КТ с Галлием по СМА. Вот, обратите внимание. Ну, давайте я не буду уже времени немного все это зачитывать. Заключение. Очаг уплотнения в четвертом реверсе с невысоким накоплением. Там под большим-большим вопросом было написано подозрение. А во всех остальных очагах эти изменения носят дегенеративный характер. Мы выполнили еще и МУКТ этого ребра. Никаких изменений не нашли. И только после этого, слава Богу, удалось больного снять с антидепрессантов. Мы его наблюдаем. И вот вам динамика ПСА. Я абсолютно согласен с Александром Викторовичем. Такие больные бывают. У них действительно ПСА не то, что он достигает какого-то уровня, а он может и снижаться, и расти. И через 10 лет мы должны, конечно, коллеги, с вами понимать, после простатектомии, что нельзя использовать сразу все эти технологии, которые сегодня существуют, и относиться к ним, я имею в виду к интерпретации этих заключений, тоже надо очень-очень осторожно и внимательно. Я благодарю всех экспертов. Спасибо.